Уф, друг мой, как твои дела? Это Дава Дым и сегодня мы находимся в кальянном магазине Huka Pro Shop, город Алма-Ата. И как ты заметил, что же здесь такое лежит на моем столе? Это продукт Табабка. Я об этом чуть попозже сейчас расскажу, свои предположения о данном бренде. Но, по крайней мере, по гамме ты можешь видеть, что здесь у нас есть чай от компании Табабка, а здесь у нас есть табак от компании Табабка. Все это забито на углях от компании Табабка, и кальяны перед этим были помыты моющим средством от компании Табабка. Не считаете ли вы, что слишком много табабки? А, еще я сожрал леденцов от компании Табабка, и вон там, к сожалению, у меня лежит шапка для бани от компании Табабка. Да, дохуя Табабки. Давайте теперь поговорим, что это вообще такое. Маркетинг, дизайн, сделанный в таком постсоветском союзе, грубо говоря, да, все советское, все советское, отечественное, шрифт, все остальное. Но на кого это все направлено, непонятно. На логотипе главный у нас субъект, это бабуля. Я не знаю, маркетинг это или нет, но эта бабуля была на выставке, и она, как типа говорится, делает тот самый продукт. Но, по крайней мере, она это делала, когда это все было еще не акцизное, тогда можно было во все это поверить, типа бабуля решила сварить чайной смеси. Но когда это все переросло в такие масштабы, которые есть у нас сейчас, уже сложно в это поверить. Но все равно я Табабке пишу в директ, бабуля, когда ты мне пришлешь что-нибудь интересное. И вот бабуля мне прислала. Внешний вид. Да, это очень важная вещь. И как мы видим, что проблем с внешним видом, в принципе, у продукции компании Табабка нету. Все вроде такое прикольное, все охота почитать, на все охота обратить внимание, потому что все доделано до кратчайших мелочей. Пока мои погодки сидят в поликлиниках, я создала чайную смесь. Ну, бля, это же здорово. И вот такой вот, в принципе, на всех пачках, если присмотреться, даже на угле, есть прикольная вещь под названием Хорошая работа, два века живет. Или вот. Проверяя каждую партию на качество, каковы сами, таковы и сани. Не врежу природе, не использую вредные вещества. Способ разогрева. Помыть руки. Бабуля, ты всегда об этом переживал, что твои внуки не помыли руки. Ладненько, давайте теперь уже разбираться. Есть еще вот такое вот моющее средство для кальяна. Что-то типа схожее с нелитексом, с бионитом и так далее. Но то, что оно густое, это, скорее всего, что-то схожее с нелитексом. Тоже сделано в таком вот советском стиле, типа соды, что очень сильно бросается в глаза, и реально это охота купить. Есть еще вот такие конфетки, которые мы пожрали здесь, пока все это готовили. Внутри чая. А как отличить, где чай, а где не чай? На чае нет акциза. На табаке есть акциз. Ну и пачки немного отличаются, потому что табачная пачка, она такая вся ребристая. И, собственно, текстурная, короче, вся она такая, ее легко определить. Нас здесь ждет вот такой вот пакетик. Здесь видно, что это прям реальный черный чай. А давайте посмотрим, что же нас ждет, когда мы откроем пакетик с табаком. В принципе, то же самое, но консистенция абсолютно разная. Если чай очень мягенький, приятный, то чай такой жесткий и прям вот твердый. Что еще хотелось бы сказать? На самом деле, уголь мы поставили, уголь немного пепелится, к сожалению. Да, пепелится. Вот так вот. Технические характеристики. Как вообще все это курица? Здесь у нас табак, а здесь у нас чай. Если до этого я говорил как-то по-другому, то не обращайте на это внимания. Нужно слушать, что я говорю сейчас. Сейчас я попрокуривал некоторые вкусы, я попрокуривал чай и пришел к такому выводу, что табак гораздо приятнее курить, чем чай. Почему? Потому что чай какой-то терпкий, чай какой-то непонятный, чай какой-то странный. И поэтому давайте мы сейчас поговорим в первую очередь про чай, пока наш табак нормально прогревается. Здесь у нас вкус малина на авось и по дымности вроде бы все окей. По тому, как чай забивается в чашку, насколько приятно работать с чаем. Да, с ним работать приятно, он вообще никак не липнет, он очень рыхлый и выкладывается в чашку прям равномерно-равномерно. По пропитке тоже довольно-таки хорошо, но его курительные характеристики очень и очень низкие. Помимо дымности, которая вроде бы должна как-то спасать, вот дымно, круто, и ты можешь не обращать на некоторые вещи внимания, то здесь этого не получается. Я прокурил очень много чайных смесей и могу сказать, что табабка, чайная смесь, ну прям вообще не дотягивает до того, чтобы прям вот ее курили прям здорово-здорово. Очень сильно дает чайная нотка с привкусом какой-то химозы. А здесь у нас, как я говорил, малина на авось и малины как таковой уже в принципе не чувствуется. То есть ты вроде как-то и пытался ее выкурить, как-то пытался прогреть, как-то пытался поиграть с углем, но этого не получилось, и малина просто жестко просаживается именно на чайной основе. И этот привкус именно чая все кардинально портит. Также есть неприятное ощущение на горле от чая, и вот ты куришь вроде бы эту аромку, и знаете, вот начинает потихонечку побаливать затылок. Неприятно. С чайной смесью у бабки не получилось, но не нужно забывать, что это с чая именно и был старт этого продукта. Сейчас уже и моющее средство, и табак, и уголь, как бы все очень здорово. Идем теперь к нашему кальяну, который у нас идет с табачной смесью, да, именно с табаком, как мы любим. Никогда бы не сказал, что табак будет куриться куда мягче, куда приятнее, чем чай. А потому что сейчас вот эту часть курить совсем неохота, а вот здесь вроде все окей. Здесь у нас вкус черемуха, и она прям очень и очень бодренько заходит. Она кисленькая, свеженькая и очень приятная. По крепости продукт очень легкий, именно табачный, и здорово. Все вкусы, к сожалению, я не прокурил, но я больше чем уверен, что именно табачные вкусы будут очень здоровы, потому что у них очень яркая аромка и реально здорово куриться. Вот тут ничего не сказать, ни к чему не придраться. Что касается табачной консистенции, то она гораздо меньше нарезана, чем чайная консистенция. И, конечно же, она мягче, не такая грубая, как у чая, поэтому в чашку залазит она еще удобнее. Поэтому, если выбирать между чаем от табабки, либо табаком от табабки, и ничего другого у нас больше на выборе нет, то, конечно же, тут выиграет табак, нежели чем чай. Потому что курице, оно реально прям очень и очень грустно. А уголь, скажу сразу, сделан тоже прикольно, и по внешней упаковочке, и по внутренности все очень хорошо. Кубики ровные, соответствуют друг другу, да, как бы 25-й куб, все как положено. Но очень сильно пепелится, имеет прям очень такой едкий запах при разогреве, но по температуре с ним все окей. Конечно, с пеплом придется постараться. И назвать это прям супер охуенным углем для кальяны нельзя, но для дома вполне сгодится, для дома вполне можно использовать. Ну и, конечно же, блядь, ну, хуй знает, как это объяснить, да, но это очень круто. Я его не использовал, да, и, в принципе, не вижу смысла в этом. Если у тебя есть проточная вода и кальян ты куришь дома, то, в принципе, все эти моющие средства не нужны. Но дизайн просто бомба, мне очень понравилось. Я прям так флешбекнулся в прошлое, где открываю шкаф, а там стоит, блядь, сода, которая еще появилась в этом шкафу дома его рождения. Здесь все здорово. Не знаю, если вообще, вот, ответьте в комментариях, используете вы чистящие средства на дому, типа, Нелитекса, Бионита и прочих чистящих средств. Мне очень интересно. Я лично вообще не использую. Итоги. Давайте подведем с вами итоги. Что у нас есть? У нас есть, по идее, крутой маркетинг, да, та бабка, бабушка и все дела. По крайней мере, это залетает очень здорово и на внешний вид, как бы, и все остальное. Но я также, повторюсь, на кого это на цели направлено, непонятно. Скорее всего, на молодежь, именно 90-х, 95-х года рождения, потому что вся эта упаковочка, внешний вид, их немного флешбекает в их прошлое, в их детство. Что касается продукции чайной, то здесь все очень скудно, все очень плохо. Что касается табачной продукции, все очень здорово, курить можно, и курица тоже все достаточно хорошо. Что касается угля, тоже спорно. Для дома окей, для работы, но вряд ли. Вообще никак из-за запаха. Даже сейчас я здесь сижу, и там мы разжигали угли, и этот запах до сих пор присутствует в помещении. Что касается чистого средства, я скажу так, пускай будет, почему бы нет. Так что, ребятки, пишите свое мнение по данному бренду, по данному дизайну, маркетингу, табабке. В комментарии будет интересно почитать, что вы об этом думаете. А это был Дава Дым, это кальянный магазин Huka Pro Shop, город Алма-Ата. Всем пока-пока, не забудь подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok